МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Михаил Миламед сравнительно недавно начал покорять вершины российского спортивного телевидения, но уже успел прокомментировать домашний чемпионат мира в эфире главного канала страны, а теперь работает на одном из федеральных каналов. Приехал Михаил в Москву из Барнаула, пройдя сито отбора в школу комментаторов первого канала. Как добиться успеха? И о спортивном очень интересном событии, которое собрало известнейших спорткомментаторов в Барнауле. Говорим сегодня с Михаилом. Михаил, очень рада приветствовать в нашей студии. Здравствуйте, спасибо большое, что позвали. Вот добился мечты, а жизнь после мечты есть? О чем сейчас мечтаешь? Как живется тому, кто добился своей мечты? Мечтать некогда особенно. Жизнь такая насыщенная, интересная. Мечтать особенно некогда. Куча работы, куча трансляций. И самое главное, что изначально там были какие-то матчи, например, европейских чемпионатов, потом начали, давайте, комментировать российский чемпионат, потом подпустили к сборным, потом разрешили в эфире вот стать вашим коллегой. Вот ты сколько лет уже все это комментируешь? С 2018 года получается. Чуть больше года получается, да? А вот прошел, извини за выражение, вот этот восторг такой детский? Или все еще ты чувствуешь? Нет, ну безусловно, такого вот прям вот уже как в первый раз, конечно, нет. Но это, слава богу, до сих пор не стало какой-то рутиной, работой. Это для меня каждый раз наслаждение. Приходишь и чувствуешь себя, ну вот, на своем месте, где тебе нравится, и действительно ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь. Самый яркий матч, который пришлось тебе комментировать уже? Ну, их, наверное, парочка. Первый, безусловно, самый первый мой большой матч, это товарищеский матч России-Испания, тот самый, который у меня появился как приз за конкурс на Первом канале с Виктором Гусевым. Вот это, наверное... Тот конкурс, который тебя поддержала пол-России практически, потому что тебе такой был. Вот, я каждый раз, да, и еще раз пользуюсь случаем, хочу поблагодарить всех барнаульцев, жителей края, за то, что они тогда голосовали, потому что я почитал, около 50 тысяч человек всего отдали голоса за меня тогда. И львиная доля, конечно, это мои земляки, поэтому им огромное за это спасибо, и в том числе за конкурс на Матч ТВ. Вот это был, наверное, один из самых ярких матчей, которые на всю жизнь 100% запомнились. Вот ты работал с именитыми уже теперь спорткомментаторами, ты и Гусев, и там миллион других фамилий, которые, кстати, приедут в Барнаул, и мы об этом поговорим. Ты себя как чувствуешь? На равных? Или все-таки ты у них многому учишься? Вот расскажи о своих моментах впечатлений. А этого, наверное, будет видно, когда они приедут. Со стороны я буду стараться, чтобы не было вот этого моего какого-то... Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что я с некоторыми из них... Ну, уже лучше, конечно, но что я прям вот их коллега, по цеху, и меня иногда некоторые даже подтрунивают, что, дескать, что за излишняя вежливость, или там, что за на вы, почему? Ну, потому что я все-таки еще постепенно-постепенно вхожу в этот круг, но сейчас, конечно, уже со многими приятельские отношения хорошие. Сейчас уже проще, проще с ними находить язык общего. Ну, приятельские, я поняла отношения, но... Ой, это все... не было ни одного человека, который мне не постарался чем-то помочь или подсказать что-то. Вообще вот эта, скажем так, комментаторская тусовка, простите за этот сленг, но она на самом деле очень такая дружелюбная, приветливая, и если люди видят, что ты с горящими глазами искренне хочешь это делать, они, наоборот, стараются тебя максимально быстрее втащить в комфортную зону, в эту атмосферу. Все ли виды спорта может комментировать спортивный комментатор? Нужно ли быть самому профессиональным спортсменом и специалистом, чтобы что-то комментировать? В идеале спортивный комментатор должен прокомментировать все. В этом плане, наверное, очень хорош Губерниев. Куда его ни посади, он прокомментирует все, и ты не подумаешь, что он в чем-то не разбирается. Хотя он, естественно, в какие-то виды спорта знает хуже, чем биатлон или гребли, в которых он заслуженный мастер спорта, условно говоря. В идеале ты должен быть многопрофильным, и если вдруг что-то произойдет, и кто-то опоздает на трансляцию, ты должен прийти, прибежать, спасти эфир и работать до тех пор, пока не придет тот, кто нужен. Профиль Михаила Меламеда какой сейчас? Я думаю, что, безусловно, это футбол, но я могу комментировать хоккей, я могу комментировать биатлон, я могу еще некоторые виды спорта, то есть керлинг, я думаю, что я смог бы. Один раз мне пришлось комментировать хоккей на траве. Спасибо огромное, что в нашем городе есть коммунальщик. И я в свое время выучил правила и разобрался в нем, потому что в Москве люди очень плохо с этим видом спорта общаются. А с точки зрения того, должен ли быть комментатор спортсменом, это, конечно, добавляет определенной вариативности тебе самому в репортаже. Если ты понимаешь, как это изнутри работает, не просто по картинке, а ты сам понимаешь все особенности, все детали, нюансы этого вида спорта, это, конечно, тебе помогает его прокомментировать еще не только как комментатор, но и как эксперту в этом виде спорта. И, конечно, зритель получает дополнительные какие-то, какую-то информацию, дополнительные сведения. Как готовитесь? Мне всегда было непонятно, как вы узнаете футболистов. Бегают одинаковые дядьки в одинаковых майках. Вы говорите там фамилию, имя, его историю. Как вы это видите? Ну, смотрите, сейчас лайфхак для всех, кто не разбирается в футболе и хочет начать понимать, кто на поле есть кто. Например. Смотрите, Евгения, помимо того, что у них есть футболисты в фамилии на футболках, если вдруг вы их не видите, у них есть позиции на поле. Они теоретически могут оказаться в других местах, но вообще, в принципе, есть позиции на поле. У них есть цвета бутс, обращайте на это внимание. У них есть прически, комплекция, манера бега. Да вы и так несетесь в речи своей. Какая там комплекция, какая манера бега? Мы же не один взятый матч, мы же их знаем на протяжении какого-то времени. Ну, например, Артема Дзюгу ни с кем не перепутаешь. Банальный пример. Даже если ты не знаешь, что это он, он бегает только в своей манере. Он крупный, высокий. Ну, то есть его не перепутаешь со Смоловым, например, и так далее. То есть есть такие маленькие детали, которыми можно пользоваться в этих ситуациях. Ну и при этом, если говорить непосредственно о том, как подготовиться, то здесь просто банально можно пересмотреть какие-то предыдущие матчи, увидеть какие-то особенности их, если вам интересны футболисты. Но вообще подготовка у меня занимает минимум сутки к матчу для того, чтобы я прям комфортным образом чувствовал. Ну, то есть я могу без подготовки сесть, комментировать, но чтобы было прям интересно, я был доволен репортажем. Это сутки для того, чтобы прям вот все, что я хочу, у меня было. Не устаете во время матча говорить? Нет, иногда бывают матчи, когда уже голос подсаживается, когда приходится кричать, очень эмоционально разговаривать. Но это матчи, когда голоса не жалко. Это когда, наоборот, здорово, что так. Вот для себя какую планку обычно ставишь эмоциональную? Насколько нужно выйти? Все должно быть адекватно происходящему на поле. Иногда смотришь, он кричит, как сумасшедший спортивный комментатор. Если это оправдано. Вот опять же, пример Георгия Черданцева и Евро 2008, когда сборная обыграла Голландию, тогда можно было устроить любую истерику в эфире, потому что это ассоциировалось с тем, с градусом события, с градусом происходящего. Если ты орешь как потерпевший, а на поле ничего не происходит, зритель чувствует, что это неискренне, и ты теряешь, соответственно, вот этот вот самый контакт со зрителем. Все должно быть адаптировано к тому, что происходит. Миш, как готовитесь к речи, к этой, какие-то скороговорки может быть есть, есть какие-то советы? Вот мне стыдно, я почему-то никогда этого не делаю, но я понимаю, что нужно. Но вот надо когда-то себя заставить начать это делать. Но я, кстати, не то, чтобы сильно часто запинаюсь, оговариваюсь. А есть какие-нибудь оговорки, такие смешные? Вот как оговаривался Гусев в свое время, то, что мы не можем произнести в эфире, к сожалению. Там вот проблема в том, что мы не можем произнести это. Говорил такое, да? Да, ну это было, и несколько, то есть это иногда происходит, ты просто сказал, а потом понимаешь, что это есть какое-то другое значение, можно было перефразировать, и смешно сам пытаешься, ну то есть просто пояснить, что ты хотел сказать. Ну, такое бывает, такое бывает, и сейчас может быть сложно что-то у него вспомнить конкретное, но история из нашего матча с ним Россия и Испания, когда я очень ждал, что выпустят на поле Александра Ерохина, нашего воспитанника Алтайского, и во втором тайме Черчесов его выпустил, а мы с Гусевым обсудили эту ситуацию заранее, и договорились, что если Ерохин выйдет, то я вот здесь гордо на всю страну объявлю, что он мой земляк, и вот выходит Ерохин, я все это рассказываю, Гусев говорит, а вы же, наверное, вы же никогда еще не комментировали Александра Ерохина, а там на поле бегают Серхио Рамос, как бы Давид Дехье, бывшие чемпионы мира, чемпионы Европы, я говорю, Виктор Михайлович, здесь как бы есть еще очень много футболистов, которых я никогда не комментировал, вот, и мы так дружно посмеялись в эфире на эту тему. Михаил, расскажите, пожалуйста, что вы планируете провести в Барнауле в эти выходные, каких именитых везете к нам спортивных комментаторов и зачем? Еще во время чемпионата мира по футболу мне все время как-то больше и больше подкатывала мысль о том, что никогда, наверное, все эти известные люди не были на Алтае, не видели места, откуда я родом. И я начал с ними общаться на эту тему с Гусевым, с Дементьевым, с Кузмаком, с другими комментаторами, двое из них приедут, это Шмельков и Казанский, и я им рассказал свою идею. Вот было бы, если бы мы вас позвали, вы бы приехали поиграть в футбол, посмотреть Алтай, Барнаул, все отвечали одним и тем же образом. О, мы слышали, Алтай, это сказка, мы слышали, что это уникальное место, но никто здесь никогда из них не был. Все они реально, вот сейчас 8 человек, которые приезжают, все впервые на Алтае. 8 человек? 8 человек. Гусев не приедет? Гусев очень хочет приехать, но у него очень сложный график, я обещаю, что я добьюсь того, что он приедет сюда, к нам, и тоже поучаствует в этом все. Когда называешь фамилии, я полагаю, что у многих сейчас его зрителей тоже, вряд ли возникает какой-то ассоциативный ряд, но я думаю, когда услышат голоса, все поймут о ком идет речь. Да, но при этом приедет Денис Казанский, это человек, который только что комментировал чемпионат мира по хоккею в Словакии, Сергей Кривохарченко, только что финал Лиги Чемпионов футбольной, Артем Шмельков голос вообще всего гандбола, который есть в России, Роман Скворцов ведущий программы на телеканале, где я работаю, при этом баскетбольный, хоккейный комментатор и так далее. То есть при этом мы везем... Что они будут комментировать? При этом мы везем... Они не будут комментировать, они будут играть в футбол и надеяться, что их будут комментировать барнаульцы. Вот что самое главное. Три цели, которые мы хотим поставить, это образовательное, поговорить, пообщаться, поделиться чем-то опытом со студентами и коллегами по цеху, которые работают на местных изданиях. И самое главное, устроить спортивный праздник для всех желающих с автографами, с фотографиями, с развлекательной программой. Вот это и будет в спорткомплексе ТЭМП. Явки по ролик, где, во сколько, когда? Да, в спорткомплексе ТЭМП 16 июня в воскресенье в 3 часа дня начинается развлекательная программа для болельщиков, для зрителей, в том числе автограф и фотосессия комментаторов. А потом в 17.00 уже непосредственно стартует турнир, в котором кроме команды комментаторов, примут участие сборная правительства Алтайского края, спортивные журналисты Барнаула и прославленные спортсмены нашего региона. Среди них Нифонтов, Гаун, Денисов, Саша Яркин и многие другие. Я думаю, что не может быть причин не посетить. Я тоже так думаю, уважаемые зрители, я тоже думаю, что нет никаких причин. А вот вы сейчас сказали, ты сейчас сказал про образовательную функцию, а вот сейчас сидит какой-нибудь мальчик, Петя, Вася, Миша в конце концов, который тоже мечтает добиться своей мечты. Вот есть у тебя какой-то совет? Ты прошел этот путь, вот хочу до могу. Чего бояться? Как это сделать? Ничего не бояться. Вот, что самое главное. Если это действительно детская мечта, как было у меня, если самое сложное на этом пути было поверить в то, что это реально. Не в то, что ты даже что-то можешь, а в то, что это в принципе реально. Ощущение, почему они здесь, все эти люди, почему они сюда приезжают. Потому что у меня было в свое время ощущение, что это параллельная вселенная, что это другая галактика, люди в телевизоре где-то там живут, и туда доступ закрыт к простым смертным. На самом деле это не так. Именно поэтому они сюда приезжают, и я хочу, чтобы многие люди вдохновились, может быть, даже не получили какие-то сумасшедшие знания или что-то подобное. Вдохновились, поверили в себя и просто сделали шаги на пути к своей мечте, к своим желаниям, поверили в то, что все возможно, если это захотеть. Это, собственно, и есть главный совет. Поверить, что все возможно, захотеть, приложить усилия и потом получать удовольствие. Миша, спасибо огромное. Я думаю, что до встречи на этих выходных на замечательном матче. Я тоже очень надеюсь. И до встречи в нашей студии. Спасибо огромное. Мы сегодня беседовали со спортивным комментатором Михаилом Миламедом, который ничего не боится и говорит, «Смело идите к своей цели». До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»